Я художник Александр Алёнин, рисую пастелью и мелками на городских поверхностях, на тротуарах, иногда на стенах домов, пейзажей. Я давно мечтаю о создании первого в мире города, который будет полностью состоять из домов, приближенных к природной форме, которые будут все разрисованы классическими атмосферными пейзажами, и также и тротуары, все этого города будут состоять из плиток, на которых будут нарисованы пейзажи, которые будут покрыты прочным стеклом, на котором, что-то у меня по стенам повторяется, у меня тоже. Все тротуары этого города будут состоять из поверхностей, на которых ходят, тоже из плиток, разрусованных пейзажами и покрытых прочным стеклом с ночной подсветкой, что люди будут ходить, и под их ногами будут картины, пейзажи. Сам этот город по форме, он будет как диск, в центре будет площадь круглая, состоящая из плиток, из существованных пейзажей, так стеклом, на котором люди гуляют, ночью там все освещается. Дальше площадью, это будут районы, каждый из которых будет преобладать какой-либо оттенок, то есть в каком-то районе там красный оттенок, дальше следующий оттенок, и они постепенно плавно меняются, и так вот они как палитра переходят, и люди будут гулять, поэтому я считаю это необходимо сделать, потому что среда, городская среда, или вообще среда, архитектура, она очень сильно влияет на людей. Хотя кому бы я не рассказывал, я несколько лет назад, когда рассказывал об этой идее, все время встречал только такую реакцию, что есть серый дом, если стену покрасить, то люди там не изменятся, вот это так, такое вот я встречаю, такую реакцию. Но на самом деле, если покрасить, если даже просто покрасить стены дома, то люди выйдут, и у них улучшит настроение, для них это будет что-то новенькое, потому что, на самом деле, вот у нас, по-моему, годами, десятилетиями не красят стены, и это будет очень чем-то удивительным для людей, и они уже немножко изменятся, у них, по крайней мере, на пару дней, на пару дней у них изменится настроение, да, и, а если покрасить, если ее разрисовать стены красивым, чем-то красивым, то у людей уже там на очень длительный промежуток времени изменится настроение, изменится как-то даже восприятие немножко мира, там, а если это сделать в масштабах целого района или города, то насколько это будет сильное воздействие оказывать на людей, и, а по сути, это вот, ну, обычно у нас в городах вот дома все серые, такие однообразные и разрисованы всякими примитивными граффити, либо надписями ненависть, либо просто там грязь в них, трещины, они полуопалившиеся, и это вот все считается естественным, никого это не возмущает, никого это не пугает, и, допустим, вот эти грязь, там, есть граффити, либо какие-то надписи, да, трещины, они могут действительно просто находиться в неизменном виде. Следующий пример, почему это вот необходимо, потому что на Западе полвека назад попробовали новый тип архитектуры, трапкообразные, то есть панельные дома, это было вот в стиле модерна, насколько я знаю, решили попробовать это сделать, да, и вскоре они от этой идеи отказались от панельных домов, потому что вот в этих районах, которые они построили, вот ради эксперимента, да, там стала образовываться преступность очень сильная, и плохое воздействие на людей, на жителей вот этих районов оказывало вот этот вот именно, вот этот стиль, стиль архитектурный. Допустим, в России до сих пор, до сих пор, в 2015 год, повсюду строят вот именно такие, как ты говорил, называется? Мода? Нет, как я говорил, что это называется. Ну, новостройки, новостройки в Подмосковье, да, и в Москве в самой, я думаю, тоже полно вот таких новостроев, которые сделаны вот именно в таком стиле. Это панельные такие монолитные, такие однообразные монолитные дома, которые образуют целые районы, и они все вот такие вот, от которых отказались на Западе еще около века назад, по этой вот причине, что ужасно воздействует на людей, подавляющие такой стиль архитектуры. и даже преступность вызывает именно такая архитектура. И вот эти вот люди, которые строят такие вот дома, они не заботятся вообще о состоянии где, о благополучии, они просто делают, чтобы, как я понял, это просто деньги заработать, и все. Потому что проще всего вот такие дома построить, да, и они даже не задумываются о том вреде, который они подчиняют. И что еще добавить, то, что третье, это причина, это эксперимент, который, о котором я узнал несколько лет назад, это то, что в пустом абсолютно, ну, то есть, было офисное помещение с голыми стенами пустыни, и там решили попробовать репродукции картин классических художников русских. И посмотреть, как это повлияет на людей. И в итоге оказалось, что повысилась работоспособность, улучшилась, улучшились даже отношения вот в офисе между людьми. Люди стали меньше тратить времени на, ну, то есть, даже давление понизилось у людей, меньше стали болеть. Какие я еще там примеры приводил, не забыл. Отношения у людей улучшились друг с другом даже. Такое было, вот. Людям стало как-то интереснее даже, ну, находиться вот в таком офисе. И вот я подумал еще тогда, что подтверждение было для меня, что действительно это хорошая идея, город такой сделать. Что и представьте, вот здесь целый город на масштабах города целого. Как и есть у нас города, а не как офис этот пустой, да? И если город этот украсить красивыми атмосферными пейзажами стен, то здесь это на людей, так кажется, считают, что это такое же окажет, только в более масштабах целого города. И до того дойдет, что даже меньше будет преступлений, и меньше аварий, ДТП меньше будет. Ну, почему вот этот проект, вот эта вот идея, почему она нужна вам? Или нужна каким-то инвесторам, да? Людям, которые могут себе позволить построить целый город, или как-то продинансировать это. Почему она вам нужна? Конечно, я не уверен, что вообще хоть кто-то из них будет смотреть такое видео. Такой город, потому что считаю, что при хоть малейшем каком-то пиаре, рекламе, известности о том, что такой город появится, я считаю, что со всего мира найдутся люди, много людей, которые захотят очень сильно жить именно в таком городе. И что они заплатят даже любые деньги, я считаю, ну, большие деньги, чтобы пожить в таком городе. что потом, ну, это сразу, да, будет, ну, сразу окупится, да? А в дальнейшем еще и туризм будет. Этот город будет очень привлекательный, я считаю, для туризма. Со всего мира, я считаю, люди будут ездить, посещать такой город, гулять по нему. Потому что, представьте, насколько это красиво будет. Меня, они теряют свое предназначение. Потому что раньше музеи были необходимы для того, чтобы хранить картины, которые невозможно перенести куда-то, чтобы они были в одном месте, где люди могли бы посмотреть. А сейчас все эти картины можно в интернете посмотреть. И поэтому теперь музеем может стать город. То есть город может выполнять функцию эстетическую. Вот я-то, что я хочу донести в какую идею, это что среда, она влияет очень сильно на людей, на настроение. Даже вы не осознаете то, насколько серый какой-нибудь там, ну, серый дом, в котором мы живете, район, архитектура его, насколько она сильно влияет на уровне бессознательного на вас. Просто мы не даем себе отчет об этом. И мы привыкли, мы родились, мы привыкли жить в таких городах. А я хочу показать, чтобы город донести идею, для людей, чтобы после того, как этот город был построен, который я хочу, чтобы у людей вообще изменилось представление о городе, чтобы город стал, прежде всего, чем-то эстетическим и пригодным для жизни. Чтобы это было не просто место, где люди там как-то выживают, да, и ютятся, и работают, да, а чтобы это было место, где приятно просто вот находиться, и приятно посмотреть по сторонам. Как это еще я могу объяснить, не знаю. Что там, я, по-моему, что-то сбился, да, с какой-то темы. На Грузии. Сейчас, я забыл. А, туристы, да. Как я знаю, такого города еще нет. Есть районы, может быть, где-то есть районы, которые расписаны с пестящими картинками. Есть отдельные дома, но... И даже вот этот, даже отдельные дома и районы, город, где такие районы находятся, они вызывают огромный интерес у туристов. Например, я знаю, в Таиланде, там, один район раскрасили, и туда повалили туристы. А, представьте себе, представьте себе, город будет целый. То это постоянно будет центром внимания, я считаю. И я к чему и стремлюсь. И... Ну, еще, почему я хочу это сделать, на самом деле, сейчас хочу объяснить. Потому что я 10 лет как рисовал в своем городе, я в маленьком провинциальном сибирском городке, я родился и жил, и рисовал там пейзажи постоянно, руками на асфальтах, или пробовал даже на сетях домов. И люди как бы... Были люди много, кому это очень нравилось. Но... Как бы все эти пейзажи, они смывались первым же дождем, да? И большую часть года нельзя было рисовать, потому что у нас зима большую часть года, да? А лето оно дождливое. Но были, что люди там агрессивно некоторые реагировали, даже достаточно очень агрессивные. И вот все это меня потолкнуло к выводу, что... Ну, и я еще много ходил в администрацию, в администрацию ходил, пытаясь добиться, чтобы позволили там разрисовать стену, какие-то патуары, краски. И абсолютно ноль внимания, то есть... Ноль. Безразлично. То есть нет отдыха. И... Все это меня... Подвело к тому, что вот... Нужно построить... Нужно отдельный город сделать, те... Люди приедут, будут жить именно те люди, которые хотят жить в таком городе. То есть... То есть... Это куда удобнее, чем рисовать, чем пытаться добиться в уже имеющихся городах, где... Где система уже сложная. Не могут люди... Они не готовы к такому новому, к такой вот... Идеи, да? К чему-то такому новому. Они не готовы. И вот если отдельный город такой сделать, то туда съедутся именно те, кто хотели, кто готовы к этому. Это самое лучшее, что только может быть. Дальше был... У него... Хундерт Вассер, который... В более таком современном, упорщенном стиле продолжал дело Антонио Галюци. Подражал... Подражал ему. И он... Публиковал там газеты, Распространял. Он тоже вот эту идею, что... Что прямая линия... Это его речи, человеческие. Нет прямых линий в природе. И вот прямая линия в архитектуре, в городской, она... Дарит на психику людей, на... На людей, которые там живут. Вот он эту... Вот эту идею распространял. И я вот... Теперь хочу сделать отдельный город именно такой. И что я хочу сказать? Что вот какая-то моя идея Т.е. После постройки, ну, созданием такого города... То есть... Именно созданием города, а не какого-то отдельного райончика в городе, или... уже в имеющемся городе, да? Или... Какого-то там... Отдельного здания такого, да? Именно создание отдельного такого города, состоящего из таких приближенных к природе по форме сферическим волнообразным домам, расписанным пейзажами и тротуаром, где будут тоже все расписаны. Именно создание такого города сможет донести эту идею, поменять мировоззрение людей. О городском пространстве, о архитектуре это будет слияние. Вот если Антонио Гауди и особенно Хунтер Пластер, они делали слияние природы и архитектуры, то здесь же будет слияние природы, архитектуры и изобразительного искусства. Считаю, что именно создание этого города повлияет, посещение людей, которые будут посещать его, и вообще само его нахождение, наличие его на земле. Идеально должно быть так, что это повлияет, донесет вот эту мою идею, новую эстетику города, нового предназначения городского пространства, что в идеале в дальнейшем каждый новый город будет строиться по образу и подобию этого города. Но в поменьшей мере, хотя бы пусть, хотя бы чтобы у людей поменялось восприятие городского пространства, и чтобы они осознали вообще в каких городах мы жили до этого, чтобы уже никто не захотел никогда жить в своих серых, серых, на разных городах. Самого у меня нету, разумеется, никаких средств, чтобы построить такой город. И 10 лет я рисовал в своем городе за свои личные средства и по своей собственной идее. Я пытался сделать свой город индивидуальным, красивым. Рисовал пейзажи, все эти работы есть у меня в моей фотографии этих работ в интернете. Все абсолютно бесплатно, то есть по собственной идее, ресурсные средства, это все это дело. У меня никогда не было никаких спонсоров. Ну, никакой даже, может быть, моральной поддержки в моем городе не было. И, соответственно, у меня есть идея, и я бы хотел выступить в роли художника, или хотя бы одного из художников, одного из художников этого города, ну, вот, этого нового города, который будет строиться, который, если будет строиться, если найдутся люди, которые поддержат мою идею. И вот теперь я бы хотел впервые, да, можно сказать, впервые я говорю, что, ну, не знаю, да, как это сказать, не знаю. Я не знаю вообще, как это знать. Я никогда никогда не постигал об этом никого. В общем, я никогда не знаю, как это сказать даже, что вот я, я, может сказать, ищу спонсоров, да, кто, кому это тебе кажется интересным, а я, и кто согласится, ну, кто сказать, ну, у кого будет возможность ее реализовать. Кто заинтересуется в идее, кто вложит, вообще не знаю, как это сказать. Я, конечно, никогда так еще не был, не было такого опыта. Потому что я вот один не смогу ничего. Кто, кто может построить, да, вот такой город, кто может профинансировать строительство такого города, собрать строителей, да, вот это нужно, да, то я готов просто, не знаю, рисовать, ну, быть художником этого города, рисовать стены, и на стенах, на плитках этого города. И вот, потому что я уже 10 лет как рисую в своем городе, вот в своем городе маленьком, да, рисовал, и мои пейзажи просто уничтожали, там, меня считали, ну, преступником, да. То есть мне как-то очень агрессивно реагировали некоторые люди. И вот, я все равно продолжал это делать. И если уж у меня дадут условия такие для того, чтобы я мог, если мне дадут такие условия, когда я смогу отдельно в городе рисовать для людей, которые приедут и будут счастливы в этом, да, и что мои пейзажи и мои рисунки сохранятся, но пейзажи не нарисованы, то я готов вообще всю жизнь рисовать для такого города. То есть идея всей моей жизни на самом деле. Я ищу спонсоров для этого города, для постройки этого города. И распространяйте это видео, делайте репост. Что еще добавить тут? Не знаю, как это сказать. Но я буду рад, если у меня появятся еще единомышленники вот этой идеи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!